МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Наталья Титова. Это программа «Такой день». Как всегда, для вас самые важные и интересные новости региона. Сегодня в выпуске. Белгород один из лидеров России по комфортности городской среды. Кто нас обогнал и когда можно проголосовать за объекты, которые благоустроят в области в следующем году, обсудим с гостем студии. Все предприятия в Белгородской области являются участниками национального проекта. 69 из них уже завершили пилоты. Региональный центр компетенции прошел сертификацию. Каков вердикт комиссии из федеральных экспертов и коллег из других субъектов? Сложность этого упражнения заключается в том, чтобы плавно взлететь, плавно развернуться. Авиационный клуб с полувековой историей. Что изучают его воспитанники и кто наставляет юных покорителей неба? Это лишь некоторые темы выпуска. Подробности далее. А вначале расскажем о встрече губернатора Вячеслава Гладкова с юными волонтерами. Командные игры на знание истории, благоустройство памятных мест, экскурсии и многое другое. С 15 апреля по 9 декабря 300 тысяч юных и активных ждет насыщенный календарь патриотических событий. Все это внуки Победы Прохоровка. Масштабный проект сразу нескольких региональных министерств по делам молодежи, образования, культуры, а также администрации муниципалитетов и областного отделения волонтеров Победы. О ключевых направлениях губернатору Вячеславу Гладкову рассказали сами добровольцы. Изучению и сохранению исторической памяти о событиях и героях Великой Отечественной в нашей области особое внимание. И этот процесс важно сделать не только полезным, но и интересным. Так, например, в каждом районе и городском округе вместе с библиотеками и краеведческими музеями ребята разработали маршруты памяти. По ним школьники в сопровождении смогут пройти по знаковым местам родного края. Также волонтеры придумали большое количество исторических квестов. Кроме того, по поручению главы региона, территории, связанные с доблестью советских воинов, закрепили за образовательными организациями. А чтобы узнать полную информацию о мемориале, историческом событии или самом подвиге, изготовили таблички с QR-кодами. К имеющимся в проекте направлениям Вячеслав Гладков предложил добавить еще одно. Нужно искать новые подробности вот тех страшных и великих дней одновременно. Я уверен, что у вас все получится, потому что вижу по глазам, что не безразличие. Это самое главное. Вот наша задача помочь в ваших инициативах. Говорите, обязательно будем приглашать историков. Обязательно нужно заниматься архивами. После обсуждения проекта Вячеслав Гладков вместе с белгородскими волонтерами принял участие в историческом квизе. К другим темам. В рамках нацпроекта «Производительность труда» провели сертификацию регионального центра компетенций Белгородской области. Цель – улучшить качество реализации программ по повышению выработки на предприятиях-участниках. Три дня комиссия, в составе которой представители Министерства экономического развития страны, Федерального центра компетенций, коллеги из других регионов, очно оценивала работу наших специалистов. Сергей Черкашин с подробностями. Для того, чтобы на предприятии успешно тиражировались и реализовывались на внешнем проекте, в соответствии с методикой был создан проектный улучшитель. Региональный центр компетенции обсуждает с комиссией итоги и методы своей работы. У каждого специалиста за плечами 12 и более проектов в разных сферах, например, сельское хозяйство или машиностроение. Сто предприятий Белгородской области являются участниками национального проекта. 69 из них уже завершили пилоты, достигли намеченных целей и создали потоки образцы. В рамках сертификации гости посетили два предприятия. Одно из них – оконные технологии. Благодаря внедрению инструментов повышения производительности труда компания уже изменила важные показатели в работе. К примеру, существенно снизила время изготовления изделий и увеличила количество готовой продукции. А это C3 Industry, которая производит серверные шкафы, модули распределения питания, комплексы фото-видеофиксации. К нацпроекту производительность труда компания присоединилась несколько месяцев назад. Здесь специалисты РЦК уже в полной мере внедряют инструменты бережливого производства. Эталонный участок – пример организации рабочего пространства. Все материалы на своих местах, а нужное всегда под рукой. В плане, например, обучения операторов на разных станках, чтобы специалист стал универсальным. Эксперты рассчитывают, что пилотный проект принесет 12% увеличения выработки. Многие члены комиссии отмечают, что сотрудники компаний от директоров до сварщиков ко всем нововведениям относятся с пониманием и личной инициативой. «Коллеги из РЦК зашли на предприятие, показали и обучили инструменты бережливого производства. Они это увидели, поняли. У них загорелись глаза, они увидели реальный эффект от того, что они делают. И вот что основное, они стали без помощи РЦК дальше пытаться самим на своем предприятии что-то улучшить». «Что нас поразило, это насколько вовлеченные вот именно люди работают над проектами. Мнение о Белгородском РЦК сложилось давно. Это стабильно работающий РЦК, который выдает нормальное качество постоянно». Долгожданный момент. Комиссия оценила реализацию проектов на предприятиях и готова дать свою финальную оценку. «Комиссия наша приняла решение, что региональный центр компетенции в сфере производительности труда Белгородской области соответствует установленным требованиям для получения сертификата, с чем я вас и поздравляю». Предприятия, которые хотят принять участие в национальном проекте «Производительность труда», могут подать заявку на его официальном сайте и пройти отбор. Сергей Шрамко, Сергей Черкашин, Александр Сысоев и Валерий Ларьков. Программа «Такой день» на «Мире Белогория». Двигаемся дальше. Создать уютное пространство вокруг себя может каждый. Изменение облика и общественной атмосферы российских городов – задача федерального проекта, конечная цель которого – существенно улучшить качество социальной и культурной жизни больших и малых поселений и городов. Еще семь лет назад приняли приоритетную программу формирования комфортной городской среды. А в 2017 году правительство утвердило правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета регионам на ее реализацию. Уже 15 апреля откроется голосование за объекты. Какие и где выбирать, спросим гостя в студии. Сегодня это Вероника Новикова, заместитель министра, начальник департамента по развитию городской среды и организационно-финансовой деятельности Министерства ЖКХ Белгородской области. Здравствуйте, Вероника Анатольевна. Здравствуйте, Наталья. Давайте напомним, что вообще подразумевает под собой программа формирования комфортной городской среды. Вот этот индекс качества, в чем он измеряется и каков индекс у нашего региона? Федеральный проект формирования комфортной городской среды это одно из мероприятий и национального проекта «Жилье и городская среда». Его цель – повысить качество благоустройства, комфорта, проживания наших жителей нашего региона и всей Российской Федерации. Каковы все-таки параметры у этого индекса? То есть по каким критериям оценивают и высчитывают этот индекс? Есть 36 индикаторов, которые определяют индекс качества городской среды. Они берутся из разных, в сети интернет, с разных сервисов. Это и карты, это и учет статистики, это и геолокация, это то, что можно отсмотреть и со спутника, и со всего. Вот эти методы применяет Минстрой России, когда рассчитывает индекс качества городской среды. Это вот, как вам сказать, статистические показатели, которые официально опубликованы. В 36 вот этих индикаторов входит это и доступность среды, это и травматизм, это и точки доступа для инвалидов. То есть это вот очень такие индикаторы, не касаемые именно где-то озеленение или сколько площадок было установлено. Комфортное проживание жителей. У нас же не только комфортное проживание складывается в том, чтобы выйти в парк, и была зеленая травка, и мы радовались на новой лавочке. Комфортное проживание это и доступность для инвалидов, обязательно. Это и доступность для инвалидов, когда они приходят и в ту же аптеку. Это и социальная сфера, это и цифровизация. То есть индекс качества позволяет оценить качество городской среды и выбрать рекомендации по ее улучшению. Напомню, что у нас на территории Белгородской области 11 городов. И с этого года у нас в этом году по итогам расчета 2022 года у нас добавились волоки. То есть у нас в условно комфортном климате сейчас находится 9 городов с благоприятной городской средой. Сама Белгородская область у нас набрала 206 баллов по итогам расчетов Минстроя России. И в топ, скажем так, как попал у нас город Белгород, он набрал 235 баллов и занял четвертую строчку. А 235 это из скольки возможных? 300 баллов. Самое максимальное это 300 баллов. Веренька Анатольевна, ну вот Белгород на четвертом месте, кто же нас все-таки обогнал? Мытищи, Грозный и Тюмень. За какие территории можно отдать свои предпочтения? Где вот можно посмотреть этот список? Напомню, что голосование за объекты благоустройства у нас начинается с 15 апреля и закончится 31 мая. Проголосовать можно будет на федеральной платформе, на всероссийской платформе за городсреда.ру. Нужно зайти на данную платформу, выбрать свой субъект Белгородскую область, пройти регистрацию на госуслугах и выбрать муниципальное образование, в котором ты проживаешь, за какие объекты хочешь ты проголосовать. Чтобы они преобразились. А могу я проголосовать за другой город, не тот, в котором я проживаю? Смотрите, если жители будут голосовать через госуслуги, то, естественно, будет привязка к адресу регистрации. Если у человека нет технической возможности, может быть, не зарегистрирован на государственных услугах, они могут это сделать через волонтеров. Если говорить уже конкретно, вот я проголосовала за город определенный, там какое-то количество дизайн-проектов будет реализовываться. За какое количество таких проектов я могу проголосовать? Или только за один, опять же? На сайте размещены концепции по одной территории, по общественной территории, по которой проходит голосование. И человек, выбрав конкретную территорию, может отдать свой голос за один или за другой дизайн-проект. Ну вот в этом году снова присоединяются волонтеры. В чем вообще их задача? Как они будут участвовать в проекте? Волонтеры очень помогают нам в проведении голосования, в сопровождении. То есть если люди не могут проголосовать у себя через определенный компьютер или телефон, либо нет вообще технической возможности, они могут обратиться к волонтеру, и волонтер поможет пройти это голосование. А где они будут работать? То есть вот как мне связаться с волонтерами, если, например, у меня какие-то трудности возникли, и мне нужна такая помощь? В настоящее время мы прорабатываем вопросы по размещению волонтеров. Те люди, которые активно принимали участие, но у нас очень много людей принимают участие в голосовании за объекты благоустройства, скорее всего, волонтеры будут на тех же точках, это торговые центры. Более подробную информацию мы разместим на сайте правительства и на сайтах администрации муниципальных районов. То есть сейчас вот конкретно сказать не могу. То есть там будет информация уже, где можно с этими волонтерами связаться и получить от них какую-то помощь. 15 апреля начинается голосование? Да. Результаты когда мы узнаем? Результаты у нас будут размещены также на сайте загородсреда.ру до 10 июня текущего года. Когда начнется реализация проекта непосредственно? Ежегодно мы проводим рейтинговое голосование за объекты благоустройства следующего года. То есть объекты, которые у нас реализуются, допустим, в этом году, в 23-м, прошли рейтинговое голосование, то есть отбор нашими жителями в 22-м году. То есть данное рейтинговое голосование, которое сейчас у нас будет проводиться с 15 апреля по 31 мая, это объекты благоустройства 24-го года. То есть мы сейчас голосуем за объекты, которые только в следующем году будут благоустраиваться. Веренка Анатольевна, спасибо, что были у нас в студии. Будем следить, как преображается Белгород, вообще весь регион. И обязательно будем голосовать с 15 апреля. Спасибо большое. А мы продолжаем. Совсем скоро будем отмечать один из самых светлых и добрых праздников – Пасху. Согласитесь, у многих она ассоциируется, в первую очередь, с особыми традициями, в том числе кулинарными – крашеные яйца, куличи. В выпусках такого дня мы еще не раз расскажем вам о различных рецептах и людях, которые бережно хранят их десятилетиями. Но пока наша съемочная группа отправилась на один из крупнейших в области заводов хлебобулочных изделий. Как там готовят угощения к празднику, узнала Светлана Гмыря. С момента замеса теста и до того, как куличик окажется на прилавке, проходит 6 часов. Производство на заводе «Колос» 24 на 7 круглый год. А в пасхальную неделю здесь максимальная концентрация рабочей силы. С октября завод начинает делать пробные выпечки, чтобы подобрать лучший изюм, вкус, корректировать рецептуру. Сейчас тесто находится в процессе брожения вот такой вот емкости, которая называется «Дижан». Она вмещает в себя 200 килограммов. Какой здесь стоит аромат, сложно передать словами. После формовки тесто отправляют на конвейер для расстойки. Там оно набирает объем. К независимости развес изделия маленький, побольше 60 минут расстойка должна пройти до оно включать. Здесь он приобретает объем, вкус и ароматику изделия. Далее выпечка, украшения и упаковка традиционного пасхального блюда. Колосу в этом году исполняется 80. И уже несколько десятков лет завод готовит для белгородцев куличи. В день производят от 10 до 20 тонн. В среднем за неделю выходит практически сотня. У нас ассортимент такой широкий, линейка по развесу 150, 350, 550. В зависимости от человека, либо ребенка, кто какой хочет куличик увидеть на столе. Самый эксклюзивный это 700 граммовый. Также у нас потребители очень хотят видеть с творогом кулич. Потому что пасха, мы понимаем, это творожное изделие, а кулич с творогом это что-то вместе. Куличи на любой вкус завод отправляет в свои фирменные магазины и, конечно же, белгородские супермаркеты. Светлана Гмырьев, Александр Сысоев. Такой день на Мире Белогория. В завершении вспомним о знаковой дате не только для нашей страны, но и всего мира. 12 апреля 1961 года. В этот день Юрий Гагарин совершил свой первый полет в космос. Вместе с советскими инструкторами и инженерами он проложил дорогу к звездам. В те времена, наверное, почти все мальчишки и девчонки мечтали стать космонавтами и летчиками, как их кумир. Тогда же популярность обрели и кружки по авиамоделированию. Сегодня в День космонавтики расскажем о белгородском клубе с полувековой историей, в котором покорять небесные сферы ребят учит ветеран-авиатор. Кирилл Мусаев продолжит. Занятие с детьми – это то, что придает силы, признается Валентин Новиков. За штурвалом самолета мужчина провел 4200 часов. В послужном списке еще и десятки парашютных прыжков. В советские годы работал на гражданских рейсах. Также был инструктором, преподавателем и авиационным инженером. Как рассказывает наш герой, полетами заинтересовался еще в школьные годы. Знакомство началось с авиамодельного кружка. Сегодня авиатор-ветеран прививает любовь и передает богатый опыт новому поколению. Знакомит ребят с беспилотными летательными аппаратами. Это лишь одно из направлений авиационного клуба. Его воспитанник Олег учится в кадетском классе Воздушно-космических сил России. Квадрокоптер начал осваивать еще с зимы и уже владел техникой управления. Заряжаем батареи, запускаем и летаем, делаем, пытаемся какие-то упражнения делать. Для юноши авиация пока только любимое увлечение. Но в клубе есть и ребята, которые уже твердо знают, что покорение неба несомненно станет делом их жизни. Егор, также ученик кадетского класса, с раннего возраста полюбил гражданские самолеты. А с началом спецоперации захотел стать военным летчиком. Я решил поступать в Краснодар военное, летное. Мама сначала не очень относилась, а потом смирилась уже. Отец сказал, куда захочешь, туда и поступишь. И наверняка навыки, полученные на занятиях в авиационном клубе, пригодятся в предстоящей сложной учебе. Все практически как в настоящем самолете. Такие тренажеры используются в авиационных училищах для первоначального летного обучения. Ребята здесь отрабатывают все элементы полета, взлет и посадка. Сложность этого упражнения заключается в том, чтобы плавно взлететь, плавно развернуться на одной высоте и скорости, и плавно сесть. Также ребята собирают модели как на радиоуправление, так и более простые – планеры. Ну и, конечно, чтобы стать настоящим летчиком, инженером или конструктором, Необходимо учить матчасть. Поэтому руководитель клуба Валентин Николаевич преподает школьникам историю авиации. Азы аэродинамики рассказывает и об устройстве двигателей самолетов. Обычно вот это летчик, это космонавт, а у нас остальные профессии, они не видны. Мы даем возможность и говорим, что там не только летчики и космонавты, а там есть инженеры, техники, рабочие разных специальностей, слесари, токари и так далее и тому подобное. То есть уже они знают, куда они могут пойти. Записаться в авиационный клуб могут ребята от 12 до 17 лет. Занятия проходят несколько раз в неделю, как в Белгороде, так и в селе Терновка Яковлевского округа. Кирилл Мусаев, Эдуард Горева в такой день на Мире Белогория. И к этому часу всё. Я Наталья Титова. Узнавайте о самом важном в регионе первыми вместе с первым областным. Ещё больше новостей в телеграм-канале Мира Белогория. Переходите по QR-коду, подписывайтесь и будьте всегда в курсе происходящего. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!